Вечер добрый! Слушаете вы, как обычно, свое радио. Надеюсь, для вас это стало доброй традицией. Ну и программа «Живые» из понедельника по пятницу, как часть вещания радиостанции «Свое радио». Сюда приходят живые люди, живые музыканты со светящимися, горящими глазами, иногда уставшие, но какое-то время спустя приходящие в себя. Потому что музыка, она лечит от многих недугов, скажу я вам. Как обычно, по традиции, познакомлю вас с коллективом сразу после того, как ребят сыграет свое первое произведение. Это будет музыкальная заявка в некотором смысле для тех, кто не очень в курсе того, что сегодня у нас два часа будет происходить в этой студии. Итак, как всегда, «Живой звук» в программе «Живые». Поехали! Под запах неба из окна Плачет снег, сбивая сны Но ночь пока длинна, и это не весна Лишь предчувствие весны Лишь предчувствие Осколки солнечного дня Растворяются в крови Но это не пожар Всего глоток огня Лишь предчувствие любви Лишь предчувствие Под заостренными, мулатными, лучами предзакатными Под равнодушными и сонными взглядами звезд холодными Под заостренными, мулатными, лучами предзакатными Под равнодушными и сонными взглядами звезд холодными По стертой линии судьбы Направлений не найти Не выбирай дорог Не отыскай тропы Лишь предчувствие пути Лишь предчувствие пути По заплаканным снегам От слез которых тают сны Всего глоток огня И оставаться там В ожидании весны В ожидании весны Под заостренными, мулатными, лучами предзакатными Под равнодушными и сонными взглядами звезд холодными Под заостренными, мулатными, лучами предзакатными Под равнодушными и сонными взглядами звезд холодными 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok Субтитры DimaTorzok Добавил 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 субтитры DimaTorzok Друг для другов пятером отыграли Нет, ну будет она в какой-то момент времени На самом деле есть еще Ну вот мы не сами по себе, да? Есть же, например, Навигатор Рекордс Который выпустил... Вы под лейблом ходите, да? Под лейблом, да Вот, и, конечно же Мы... Леша, привет Повесили, скажем так, на них Это... Ну давайте вы сами Ну, в общем, как только будет, мы же об этом будем объявлять Будет там 6 лет до презентации альбома Потом 5 уже, потом 4 дня Вчера была презентация, приходите Ну, мы, конечно Конечно же, будет все, все будет Ну, просто чего спешить-то? Торопиться не надо Это очень хорошо Я анекдот, конечно, глядя на тебя, анекдот вспомнил Вот так вот Про молодого и старого бычка, помнишь? Помню, конечно, да Вот он, опытный человек передо мной Взрослый, опытный, разумный человек Чего, собственно, бегать за всеми коровами, да? Мне издалека все видно Да, вот именно Ну, вот и все Павел Белобородов Конечно, лишний раз Ноги ломать Павел Белобородов, вот что пишет Вот это, что называется, я удачненько зашел сегодня В последнее время редко бываю на эфирах Но сегодня, как знал Что то самое, что мое и будет Приятный для меня тембр голоса, вокалистки Пишет Павел Большое спасибо Сказала она Она еще и стройная Павел Общее звучание инструментала радует А ведь это только начало эфира То ли еще будет Отличное подспорье Чтобы закончить Непростой понедельник Спасибо Алексей Шубин Спрашивает вот о чем Может, странный вопрос Но мне очень интересно И важно Есть нечто общее С другой группой Не буду называть на всякий случай Для Для кого играет группа Кто аудитория То есть, как группа видит свою аудиторию Спрашивает Алексей Ой, да проще простого Свою аудиторию видят люди Которые составляют бизнес-планы А мы, значит, кому нравится Для того и играем Что значит для кого Вот нам нравится В первую очередь А когда кому-то что-то нравится Всегда найдутся люди Которым это тоже нравится Просто их может быть там Больше, меньше Вот Но их Какое-то количество найдется Потом Тут еще такое дело У нас Музыка Ну, несколько не в тренде Да Вот мы, скажем Старшие немножко поколения Да Так вот И мы знаем Что вот то, что мы сейчас играем Да, особенно Оля Это был Нет, я говорю вот про нас А, про нас Да Мы, то, что мы играем Это был Это был мейнстрим Когда-то Для 70-ти хорошо выглядит Самый обычный Самый обычный Рок традиционный А сейчас это Стало необычной музыкой Потому что мейнстрим другой Вот То есть Ничего не делая Так Мы оказались Оригинальными А Ну, никто же не играет Больше такой вот Мейнстрим Ну, в общем, да Я смотрю Неожиданно, что Седых, ленивый человек Не думал я Мне казалось, что Работоспособный Работает Трудоголик-то Нет, мы ничего не делаем Делаем то, что нравится многим Ну, да Хорошо, хороший подход Раскуси Черт, я разболтал Ладно, Сереж, я шучу Надо сказать, что Музыка твоя вся Ну, да А тексты? Тексты Ну, тоже Правда, иногда помогают Вот, например Я попросил Лёшу Сапкову Мне помочь с текстами И Вот у нас сегодня будут В эфире две песни Где тексты его Ну, один текст Скажем У нас с авторств Но там с авторств Такой Он всё-таки автор А я подправил Кое-что Ну, там Как обычно, знаете Такой вот Ну, нет, не очень Давай вот так Ну, плюс-минус Но в целом Текст его один Просто полностью его Там У меня вопрос Коли Прежде чем следующая песня Прозвучит А как петь чужие тексты? Не свои Многие говорят, что я не могу Например, петь чужое Я должен своё сочинять Таком Нет, а я наоборот Могу петь чужое Я в основном Только этим и занимаюсь Поскольку не являюсь автором И даже не скрываешь это Абсолютно Очень хорошо Молодец За честность Спасибо А чего этого стесняются? Нет, а есть люди Которые этого стесняются Нет Почему-то У нас Удивительно, конечно В стране всё построено В музыке Удивительно Я всегда радовался Тому, что у нас Много талантливых людей Но почему-то Очень странные Ставят стереотипы Какие-то Как человек говорит Авторская музыка И почему-то представляет Себе и барда Пардон Да любой певец Который поёт Свои тексты Это уже авторская музыка И уже бард И уже бард По сути дела Неважно, о чём он При этом хоть на басу играет Правильно? Всё равно уже бард Получается И очень часто бывает Когда сидя напротив меня Вот так Локалист говорит Нет, я не умею петь чужое Я вообще считаю Что чужое петь неправильно Есть разный взгляд Конечно Поэтому я и спросил Нормально всё? Отлично Но если бы она Не могла петь чужое Как бы она тогда Пела мои песни? Так а может ей деваться некуда Может на цепи держишь Ну кто знает Может сказал Сидеть здесь петь моё И всё Ну зачем ты рассказываешь Реальное положение делал сейчас Давайте дальше Что это будет? Это будет песня для тебя Ну в том смысле Что она не только для тебя Спасибо Я ждал этого момента Да Ну поехали В таком смысле Да поехали Григорий Владимирович Сегодня здесь Северо-восток И премьера Для вещания радиостанции В принципе И премьерный показ альбома Так называется презентация Альбом предчувствия Поехали Поехали Мягко опускается В оранжевых лучах Хочется по-детски Подержать его в руках Это солнце столько лет То наведу, то в облаках Для кого оно так светится Теплая лагуна И река под слоем льда Снег и облака Такая разная вода Только волны поднимаются И гаснут без следа Для кого они так плещутся Для меня Для меня Для меня Для меня Для меня Для меня Воздух переменчив он Торнадо Торнадо Или бриз Горы от вершин Уходят в стороны И вниз Удивительно И полно Посмотри И прикоснись Для кого Все это создано Для меня Для меня Для меня Для меня Для меня Для меня ПОДПИСМЕНТЫ Каменные русла И пустой Солнце над водой и дорога до утра, Штормовые переходы и холодная пора. Для кого всё это прожито? Для тебя! 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 Играйте! Играйте! Я просто наслаждаюсь! Наконец-то! Соло! Моя любимая! Паузы должны быть выразительными! Их надо сыграть! Понятно! Напомню! Сегодня здесь Северо-Восток! Группа, которую многие ждали, кстати, судя по тому, что пишет народ здесь уже в отзывах, вспоминают и... А кстати, какой альбом это по счёту у коллектива? Можно сказать третий! А если нельзя сказать? Вообще третий! Третий! Но там интересно получилось! А я могу не рассказывать! Так почему? Расскажи как что-то! Я спросил же! Он третий, потому что после второго идёт третий обычно! Да ладно! Но у нас дело в том, что... Сейчас я запутался немножко! Так получилось! В геометрии, да! Я запутался в геометрии, поэтому плохо понимаю материал! После первого? Это сенсация! После первого! Ага! Он принес ещё и первой! Так, Юля, передай, пожалуйста! Был второй! Был! А второй альбом, он был очень интересно устроен! Там очень много треков! Я сейчас забыл сколько! Они какие-то бонусные, дополнительные! В общем, большей части его составляли инструменталы! Там организационно получилось! Тогда мы были под другим лейблом! Под союзом! Под союзом, да! Получилось немножко запутанно! Хотел делать два альбома! Инструментальный и вокальный! А потом как-то в разговоре с суб-лейблом он как-то бросил или мне показалось, в общем, недоразумение такое! А давай это всё в один! Мы выпустили один, а потом оказалось, что не имелось в виду! Ну, в общем, он получился альбом такой не вашим, не нашим! Мы думали, что это тем, кто любит инструментальную музыку! Сейчас у нас другой тренд! Надо говорить, не своим, не нашим! Ну, тренды ещё есть! Нет такого вашего радио! Не своим, не нашим! Не своим, не нашим! Не своим, не нашим! Но тогда не было своего! Тогда, может быть, да! Тогда не было ни вашего! Теперь есть! Теперь есть! Вот! Короче говоря, вышел альбом! Он в большей степени инструментальный! Был разбавлен всего четырьмя песнями, по сути! С одним гостевым треком из них! Наталья спела Ошей, которая Хиловиса! Вот! Тогда мы впервые, в общем-то, как-то сконтактировались! Она прекрасна! Вот альбом! Он получился, ну, как по музыке, нам это было всё хорошо, интересно! А вот с точки зрения продвижения, как-то сразу испугался! На нашем радио испугались этого альбома! А что это у вас такое-то? И, в общем, потом пошли периоды... Начал появляться материал для нового альбома! Я понял, что так делать не надо! Надо делать инструментальные отдельно, вокальные отдельно! Вот! А начал появляться материал, его уже было много! Ну, а дальше начали меняться вокалистки! Угу! Они менялись, 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 менялись! А по какому принципу? Вот я от тебя хочу, как мужчину, мужчину спросить! Ну, они, допустим... Ты ждал, пока будет вот это? Они набирают вес, форму... А вот! Ты ждал, когда придёт вот эта модельная девочка внешности, я так понимаю, да! Ну, тоже не вечно! Растолстеть! Слушай, как она удивилась сейчас, глядя! Как? Нет, по какому принципу, правда? Почему? Нет, серьёзно, могу сказать! По какому принципу они уходят? Да! Да! А тяжело очень! Дело в том, что... Я думал, замуж выходит и рожает! Вот, кстати говоря, у нас замуж за границу, просто за границу, туда-сюда, то есть по-разному! Рожают, да! Вот! А вообще говоря, тяжело очень! Дело в том, что свои песни петь... Их проще! Человек вот её через себя пропускает, он поёт так, как ему поётся! А я не вокалист, гитарист! У меня мелодии, которые я придумываю, они очень инструментальны! И их для того, чтобы спеть, надо... ну, нужно, в общем-то, образование вокальное! Нужно заниматься! В общем, да! А смотрите, какая интересная вещь получается! Когда образование есть, там уже и ориентиры другие! Есть образование? Конечно! Ну, конечно! Вот сейчас так... Конечно! Это как дело? Где она нашлась-то? У одной из десяти групп, вообще-то, у вокалистов есть образование! Какое? Московский колледж импровизационной музыки! Эстрадно-джазовое отделение! То есть, всё всерьёз! Бывшая джазовая студия Москва-речи, это та самая! Всё всерьёз! Всё всерьёз! Я понимаю! Тогда я вопрос задам от Рифата Акчурина! Рифат Акчурин, вообще-то, Гнесинский выпускник! Это группа 10 марта! Он здесь вот тоже у нас! Очень приятно! Да! И вот он как музыкант спрашивает! Интересно! А партии у музыкантов выписаны? Спроси, пожалуйста! Спросите у меня! Я не очень понимаю терминологии! Выписаны ли у вас, у музыкантов партии? У тебя понятно! Ну да! Ты же импровизационный закончил! Да, точно! Когда-то были выписывались! Когда мы с Игорьком начинали играть в 1992 году, по-моему! Вот! С какой грустью он покипал голову! Какая часть жизни у него! Так, так, так! Вот! Прошла! Тогда, ну, как... Технологии были другие! Чтобы ничего не забыть! Ну, буквально нотами! Угу! Вот! Ну, там, конечно, это было взаимно! Не так, что вот те ноты, вот прям так и играй! Хотя, в общем-то, мы... Вот те ноты, играй! Так! Он сыграл! Где-то что-то изменил! Потом я это же нотами записываю уже с его записи! Угу! Вот! Чтобы это было! А сейчас нету необходимости, если буквально понимать вопрос, выписывать! Ну, что выписывать! Функцию все понимают! Вот! Есть! Всегда можно скинуть демо прямо с айпада хоть там! Из леса! Вот! А вообще говоря, конечно, ну, как... Музыка организованная! Здесь шар быть не может! Угу! Это не то, что вот есть сетка и поехали! Каждый играй как хочет! Конечно же, нет! Угу! Выписано, но не до последнего там брека, не до последней ноты там! Бывает и так! Бывает, я вот могу остановить на репетицию, скажу, мне что-то вот эта нота не нравится! А она была здесь такая, значит, ты ее не так играешь! Ага! Как вчера! Вот! А если что-то изменили, скреативили мои коллеги, а я этого не заметил, значит, это нормально! То есть, а можно... Значит, оно подходит! А как можно не заметить, если автор сам писал музыку? Нет, ну, я же не слушаю, не придираюсь, это же не сержант! Каждому музыканту нужен сержант, да! Я слушаю общие картины, если она не нарушается, значит, значит, нормально! А, ну, то есть, злой, но охотчивый, я понимаю! Ну, память плохая! Нет, это клево, если есть некая свобода у музыканта, потому что, когда человек зажат в рамки... Ну нет, конечно, есть свобода! Вот сейчас мы эфир отыграем, они же домой пойдут! Это понятно! Это понятно! Надеюсь, что так не будет после эфира, когда все под замок и сидеть до следующей репетиции! А, кстати, как часто репетируете после этой репетиции? Ну, когда как! А вот домой сходим и на репетиции? Домой сходим! Что, каждый день дождь принял и поехал? Да нет! Ну, когда бывает, бывает нужно почаще, там, перед поездками, там, или что-нибудь такое! Мы вот перед эфиром, кажется... А, репетировали же! Вчера же! Вчера репетировали, да! Да, с вчерашнего времени... Мы готовились точно! Молодцы какие! Приятно! Ответственные! Два раза репетировали! Ну, давайте попоем! Ну, а сейчас следующая песня почти следующая по плейлисту! Почему почти следующая? Потому что там инструментал! Да! Сделать такой сегодня сюрприз! Нагрузить решили Олю нашу! Чтобы у нее не было таких вот выходных! А потому она и спрашивала о человеке инструменталов! Да, да, да! Инструменталов сегодня не будет! Но это отдельная история! Вообще целая отдельная история! Мы поговорим об этом отдельно! А сейчас у нас будет песня, которая называется «Небо в зените» Она хоть и новая на этом альбоме, но она уже была на сборнике «Фолк Дэй» Как всегда, живой звук в программе «Живые» Напомню, здесь сегодня группа «Северо-Восток» Поехали! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ночь отрезана рассветом Чудо тронулось и дальше Все не так, как в прошлом летом Там, где мы бывали раньше Поперек воспоминаний Новый слой полупрозрачный Из-под старого названия Что-то прежнее утрачено Каждый день обрываются нити Стираются мытья людей и детали событий Течет, не сменяя земля Только небо над ней остается в зимитете Только небо над ней остается в зимитете Обесцвечены от пыли Потускнели и устали Только имя сохранили Те, кого мы раньше знали Выходящие из тени Только имя неизменно На бежавших складках времени Что-то прежнее потеряно Что-то прежнее потеряно В зимитете Остается в зимитете Остается в зимитете Идет Так Стираются Ночь отрезана рассветом Всё не так, как было раньше Всё не так, как в прошлом летом Ну и что? Поплыли дальше Каждый день обрываются нити Стираются лица людей и детали событий Течёт, изменяет земля Только небо над ней остаётся в зените Только небо над ней остаётся в зените Остаётся в зените Остаётся в зените Остаётся в зените Остается в зените Остается Тут мне подсказали вопросом, а я этот вопрос, собственно говоря, хочу сейчас отрисовать, понятное дело, Сергею. Так выходит, что Оля из того же колледжа, где ты преподаешь, там и нашел этот золотой голос. Как я понимаю. Да. Ну, понятно, понятно. Ну, просто я должен был спросить. Вот, первую вокалистку тоже там прямо в коридоре нашел. И туда же потом отправил? Ну, она уехала за границу. Кстати, недавно вернулась, она теперь саунд-продюсер. Вообще хорошо так, на самом деле, человек, сочиняющий ему музыку, имеющий свой коллектив, иметь под рукой все время колледж, по сути дела. Там талантливые девчонки появляются. Там не только, там еще кофейный автомат есть. Хороший? Ну, нет, плохой. У нас, наш-то, наш-то лучше. Вот, конечно, лучше. Вот, все, заходите чаще. У нас с кофей всегда хорошо. Мы завтра придем. Да, завтра все. Легко, не проблема. Да вы зря предложили. Почему? Придем же ведь, да. С Лешей познакомиться тоже хорошо, если не знаком до сих пор еще. Джангу, нет? А, не знакомый. Вот, хорошо. Только заочно. Лично познакомиться. Хорошо, почему нет? 46-47, это короткий номер для СМС. К ваших началов свои, пробелечка, а там уже дальше пишите все, что считаете нужным. Вот какая штука. Инфолио. Да, есть такое слово. В русском алфавите. Называлась, так называлась группа, с которой все начиналось, правильно? Ну, можно сказать и так. В каком году это было? Ну, можно сказать так. Начиналось это в 90... В главе это возникло в 91-м. Начались пробы. Там так, сяк, искали барабанщика, искали вокалиста. Кстати, вот как раз тогда искали барабанщика, все партии барабанов были расписаны на ноты. Приходили люди с высшим музыкальным образованием играли. То есть, ты создавал такой коллектив прям серьезный. Ну, вообще-то... Прям мама не горюй. Ну, что значит серьезный? То, что в голове было, надо было. Ну, а там просто так не сыграть. Там послушать надо инфолио. Там 13-16-х, там 19-8-х, прочее всякое. Ну, в общем, издевался над музыкантами, я понимаю. Да. Да, над барабанщиками особенно. Самое интересное, вот этот вот зверь, который сидит и грызет шнур. Не надо грызть, это наши провода. Ему-то досталось... Ты казенно, это не грызи, ты свое, если что. Ему досталось-то вообще по полной программе. Он тогда работал на базе репетиционной, где мы все эти упражнения извлекали. И приходил один барабанщик, другой, а его задача была сидеть, смотреть, что... А, то есть барабанщиков ты тоже менял, как и вокалисты? Нет, мы их еще пробовали, подбирали, когда только начинали подбирать. Я понял. Вот. И он все это слушал, слушал, слушал. А потом в какой-то момент нам резко вдруг выступление привалило первое. А так как он все у него на слуху, все было, мы говорим, давай ты с нами сыграешь. Ну, разик, да. Вот, с тех пор его жизнь пошла. Не-не, я плохо знаком с творчеством Инфолио, к сожалению. Что играл тогда? Значит, это был такой англоязычный завернутый хард, может быть, в сторону арт-рок, гитарный хард-рок, вот, со сложными размерами, сложными формами, длинные песни и так далее. Вот, а два альбома мы выпустили, и у нас там был очень интересный вокалист, со специфическим, хорошим голосом для этой музыки. То есть, как это, говорят, что никто не думал, что это наша группа. Ну, это стоит послушать, я сейчас слушаю, мне не стыдно. Ну, в свое время была группа Hellraiser, которую тоже считали западной. Вот, нет, ну, у них попроще музыка, конечно. Так вот, и так получилось, что вот мы два альбома выпустили, а как-то у нас начались такие проблемы, появилось слово новое, формат. И нас перестали там на радио, там, да, вы по-английски, то-сё, пятый-десятый. И мы постепенно, ну, как, мотивация эта постепенно пропадает, и мы перешли немножко в другую сторону. Стали играть инструментально. Я понял, извини, я понял, зачем он тарелками обставился. А ему надоело. Нет, просто чтобы его глаза мои не видеть, понимаешь, как. Я сейчас гляну, о-о-о, что ты на ней? У него глаза выразительные. Зверюга. Да, зверь в клетке. Извини, если перебил, да. Да, ничего страшного. Да, 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 да. Ч-ч-ч-ч, тихо, тихо, тихо. Да, и в итоге, когда стало понятно, что... Вот, кстати, слово формат хочу вернуться. А о чём я говорил? Не важно. Сейчас напомню тебе. Ты сказал о формате. Ты сказал, что появилось слово формат, которое, собственно, отсекло от радиовещания. Так вот, я во всеуслышании, раньше это говорил и повторю, причём повторю совершенно уверенно, что слово формат само по себе в России, как минимум, заменяют... Вернее, должно быть заменено другим словом, на мой взгляд. Узкий вкус. Узкий взгляд. Потому что заформатированные, абсолютно забитые в рамки вот этих совершенно непонятных кем-то выстроенных форматов музыканты не могут выбраться из этого всего. И группа играет свою музыку, а потом вдруг хочет попасть на радио, слушает, как звучат песни на этой радиостанции, старается попасть, подыграть, как бы сделаться таким же, чтобы вот туда попасть. И в итоге все сливаются в одну единую... Китайские аристократки ножки себе там бинтовали, чтобы большими не выросли. Ну, в том и дело, да. Глупость совершенная. У своего радио совершенно другой путь, другой взгляд, другое отношение. Нет понятия формат. Есть понятие хорошая музыка и плохая музыка. Я-то согласен. Вы играете хорошую. А те, кто определяет форматы, они не слышали этого рассуждения. Им недолго осталось. Да, недолго. Я серьёзно вполне... Сейчас уже мультиформатность, она забирает свою. Сейчас, когда, допустим, не люблю упоминать эту группу... Ну, не надо. Не люблю. Нет, я упомяну. Группа Король и Шот, да, которая никогда не будет в ротации своего радио из-за их аудитории. Группа хорошая, аудитория бешеная. Я не люблю бешеных людей, с тех людей, с которыми разговаривать невозможно. Только бить. Устанешь просто, их много. Поэтому их не будет здесь в ротации. Но, когда они начали вдруг в своей музыке использовать скрипки, флейты, неожиданно... Что это стало? Это что, это перестало быть роком? Это стало фолком? Сейчас всё становится, и давным-давно уже это понятно, мульти. Сейчас всё абсолютно переплетается одно с другим. Как подогнать под формат то, в таком случае, что вроде бы как само из формата выбивается. Уже давным-давно сама музыка, само творчество людям говорит, ребята, нет понятия формат. А эти упёрлись, и всё. Формат... Есть такой тренажёр для людей, которые хотят подогнать что-то под формат. Какой? Я видел по телевизору в каких-то фильмах. Там, значит, вот такая вот колодка, в ней отверстия треугольные, круглые, квадратные. Им дают шарики, кубики. И вот они их пытаются втолкнуть. Это хороший тренажёр для попадания в формат. Очень даже... Это разрушение. Правильно. Вот, замечательное слово. Слово формат разрушает творчество. И понятие формат разрушает творчество. Я, например, с этим даже близко садиться не хочу. Нет формата. Есть хорошо и плохо. Согласен. Петь будем? Давайте споём песню. Кстати, автор текста, который Лёша Сапков. Ну, я напомню, что Алексей Сапков, он, кличка Чус, вы, наверное, знаете его по группе Мельницы. Мы когда-то там с ним вместе играли. Как песня называется-то? «Ветер надо мной». Вот что ж, не забывай об этом. Ещё раз напомню, сегодня здесь группа «Северо-восток» с альбомом «Причувствие». Я так картинку покажу, на всякий случай. Это презентация совершенно нового альбома. Тебя не видел никогда, что ты так смотрит на меня? Это пластинка ваша. Это называется «Светлый ветер». Погнали. Над обрывом на краю Песню горькую свою разбросаю. Я в ночь рукой над ветреной водой. Укрывают сети дна. Песня. Лицен. Песня. Песня. Светлый ветер надо мной, Светлый ветер, слышишь, как Димит прибой без сердца и камня. Светлый ветер надо мной, Светлый ветер, опустись, Возьми с тобой меня по следу алого огня. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Светлый ветер надо мной, Светлый ветер, слышишь, как Димит прибой без сердца и камня. Светлый ветер надо мной, Светлый ветер, опустись, Возьми с собой меня. Светлый ветер надо мной, Светлый ветер, слышишь, как Димит прибой без сердца и камня. Светлый ветер надо мной, Светлый ветер, опустись, Возьми с собой меня по следу алого огня. Движемся дальше. Напомню, сегодня группа «Северо-Восток», и я еще раз повторю, здесь презентация альбома «Предчувствие». Не знали мы, что будет презентация. Сегодня неожиданности, вечер неожиданности сегодня. Значит, знаю, что «Северо-Восток» несколько раз были в Архангельске, ни разу не удалось сходить, а сейчас слышу красиво. Ну, не мое, совсем не цепляет. Какая-то отстраненная красота музыки и голоса, пишет Юлиусов. А что значит отстраненная красота? Вот я хочу понять сейчас, если бы она объяснила, я бы тогда, может быть, как-то сформулировал свой вопрос. У меня другое ощущение, никакой отстраненности. Правильно, я сейчас как-то подчеркиваю то, что сказал. Вы делаете все, я имею в виду группа, делая то, что нравится. Правильно? Не задумываясь о конъюнтуре, не задумываясь о том, как попасть в радиоэфир, не задумываясь на предмет того, хит, не хит. Неважно. Главное, чтобы это было самим хорошо и кайфово. Верно? Да. Верно. Просто, опять же, я сталкивался неоднократно с людьми, которые просчитывают. Вот он сочиняет песню, например, и просчитывает, будет она хитовая или нет. Сколько раз давно повторится какое-то слово в игре, в припеве, так чтобы этот припев зацепило. Желанная вообще она порадовала меня как-то в эфире, рассказав, почему ее песни не брали в ротацию на радиостанции российские. Я спросил, почему? Она говорит, а мне все время в программнике говорил, у тебя же припевов нет, как тебе песни твои ставить в эфир. Они так и говорят. Да, ха-ха-ха. Понятно, что они так и говорят, но на своем-то она крутится, мне плевать на припевы. Главное, чтобы это было красиво. Вопрос в другом. Прежде всего, когда группа существует? Сколько лет уже? Десять, можно сказать. После инфолио? У нас инфолио англоязычный, инструментальный. И, в общем-то, первое выступление группы Северо-Восток, как группа, состоялось прямо на нашествии сразу, в 2005 году. Кстати, вы, получается, с 2005 года вообще не пропускали ни одного нашествия? Пропускали. У нас, значит, во-первых, сначала мы пропустили то нашествие, которого не было. А, да, я понял. И потом еще последние пару лет как раз мы не играли, потому что у нас вот и мы ждали, как-то надо появиться. Ну, в общем-то, ни с чем. Но при этом принимали участие в Дикой Мятии, в Пустых Холмах, где только не играли. Да, в Холмах у нас, в Дикой Мятии, на Воздух Петрозаводский ездили пару раз. Вот. Ну, в общем, вот такие сейчас вот осколки холмов. Быть добру, милый фестиваль. Ну, полно, в общем-то. Ну, кстати, на Дикой Мятии мы вспомнили про инфолио. Да, кстати, кстати. Было круто очень. Тут нас на Дикой Мятии попросили, а вы не хотите попробовать сыграть что-нибудь из старого инфолио в старом составе? Я не буду оригинальным. А вы не хотите что-нибудь сейчас сыграть, что-нибудь из старого? Сейчас, наверное, нет. Вот. А мы достали того вокалиста. Прошло столько лет, он стал петь лучше, как ни странно. Мы сейчас с годами опыт появляется. Да, мы сыграли. И у меня так периодически мыслишки появляются. Не записать ли нам когда-нибудь третий альбом в старом составе. Но, опять, для этого нужен какой-нибудь, знаете, такой духовный толчок в виде финансирования какого-нибудь лейбла. А, всё-таки под лейблом. Ну, дело не в этом. Лейбл-то что? Студии стоят денег. А как-то так... Ну, короче говоря, так. Так, если это кому-то нужно. Вот мне говорят, вот, у вас инфолио было там, вот, это круто, так хорошо, а чего вы сейчас это не играете? А когда мы это играли, а чего вы тогда на концерт не ходили? Ну, были люди, конечно. Было всё неплохо, но вот в какой-то момент опустились руки из-за того, что это стали везде перекрывать. Вот, ну, как раз сказал про формат. А что делать без радио? Как-то, ну, скучновато стало. Ну, не знаю, не знаю. Я как пример постоянно привожу группу на Будиван. Это Сергей Табачников из Самары. Они вообще не поют. Они играют пост-рок, хороший такой, жирный. У меня там брат барабанщиком играл. Да ладно? Да, у меня брат из Самары, он там барабанщиком. Кто у нас брат? Саша Шелепов его зовут. А когда он играл-то там? Он играл там какое-то время. Они даже вот с гастролями в Москву приезжали. А я ходила на концерт. Ну, понятно. Мы его, значит, не знаем. Просто у Табачникова традиция. Он каждый сезон практически меняет барабанщик. Он сам с гитарой, басист и барабанщик. Ну, классный. Но какое-то время назад он перестал это делать. У него вдруг коллектив стал уже спаян. Вопрос не в этом. В ротации на радио их не было никогда уж, простите за нескромность, до тех пор, пока я их не поставил в эфире другой радиостанции. Но, несмотря на отсутствие ротации на радио, они везде в городах, в которых катались. Вот есть свидетельница здесь. Туры у них огромные. 20-30 грамм. Собирали аншлаги. Как они это делают? Скажу. Есть администратор, директор Люд Грымова. Сети, интернет. Она через интернет за счет того, что очень хорошо активно работает с соцсетями. Да, да, да. Но это не потому, что у нее есть интернет. Интернет есть у многих. Я знаю нескольких людей, у которых тоже есть интернет. Правда? Познакомишь? Если серьезно, если серьезно, то вот, ну, скажем так, вот я музыку сочиняю, слова мне дают с трудом, а у меня есть удивительная неспособность продавать свою музыку. Так нет, нет. Он табачиков тоже сам себя не продает. Администратор, значит, нужен. Так у меня есть удивительная неспособность найти администраторов. Все понял. Значит, задача поставлена. Мальчики, девочки, все все слышали. Если что, обращайтесь, пожалуйста. У нас еще целый час впереди эфира будет. Если вы хороший, толковый администратор, может быть, вам за следующий час эфира администратора и подыщем. А пока что мы должны, уже час прошел. Еще неплохо, если оно еще и выглядит, будет неплохо тоже. Так, только ты что-то от тебя главное в таком случае. Мы пока прервемся. А я забыл уже. Через пять минут продолжим программу. Давайте продолжим. Напомню, сегодня в живых группа «Северо-Восток» и презентация нового альбома «Предчувствия». Чего ты? Мне понравилось. Сегодня в живых группа «Северо-Восток». Ну, слава богу. В живых, в живых. Ну, программы-то живые. Кстати, сразу прочитаю одно из сообщений, которое пришло здесь в контакт от Тани Шишковой. Сергей Седых сам поет. Очень он мне понравился. Люблю харизматичных мужчин, пишет Таня. Да, я харизматичный. Но не пою. Вопрос был не в этом. Но не пою. Почему же? Да я не умею. Да ладно? То есть вот так легко признаешься в это? А как мне, тяжело признаваться, что я... Ну, мало ли очень. Опять же, повторяюсь, люди частенечко уходят от подобных вопросов, уходя от них, скрывают какие-то свои... Ну, отсутствие каких-то талантов. Мне во Вьетнаме вырвало глотку. Нет. Я просто не умею. Если я сейчас начну петь, то... Ну, понятно, что после этого слушать кого-то другого, там, Оль, например, будет сразу райским блаженством, там, зачем мне портить всё? Мы же столько репетировали, столько играли, и тут я запил. Хорошо, ответ дан. Да, пауза была, довольно большая, надо бы, наверное, что-то прямо сейчас сразу испеть. Что это будет? Это будет, вы не поверите, песня с нового альбома, которую мы сегодня презентуем по списку, это идёт песня «До дна». «До дна». Ну, я вижу, то есть мы прямо идём по трек-листу, какой он есть на пластиночке. Почти, да. Ну, за исключением инструментала. Да, я уже это понял. Окей. Как всегда, живой звук в программе «Живые». Напомню, здесь сегодня северо-восток. Поехали. Мёртвая вода Не пройдёт и дня, Стоит лишь суметь Вкус её забыть. Вот опять несу Чашу для меня, Чтобы её поднять, Чтобы её испить До дна. До дна. До дна. А за ней ещё одна. До дна. До дна. А не допишем грош цена. И не оттолкнув Чашу бытия В каждый растворён Грамм воды живой Вот опять несу Усмехаюсь я Дайте океан Выпью и его До дна. До дна. А за ней ещё одна. До дна. До дна. А не допишем грош цена. До дна. До дна. До дна. До дна. До дна, до дна, о недопившем груш цена. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова 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 А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова А.Кулакова Корректор 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 А.Кулакова предполагал анатолий михайлов пишет вот это да по первым аккордом узнала я сто лет ищу название группы которые поют эту песню я как-то услышал до сих пор не мог найти название спасибо но в общем то что я и предполагал максим васильев опа узнал наконец-то пишет он здесь даже где-то я вам скажу что-то обнаружил в чате на планете это по моему роман усольцев написал вот и меня посчитайте тоже опознание случилось это очень важно очень важно когда люди наконец понимают кто собственно поет песню известную песню к примеру и отношения групп почему-то резко меняется ну это же а ну это же эти же это же они же уже ниже кстати 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 как с этим бороться я столько лет работая с музыкой не знаю не понимаю вроде бы как и песни называются в эфирах вроде бы как и даже как-то группа определенным образом пиарится и ротируется люди запоминают песню но не запоминают название так бывает ну и что значит так мир устроен чем бороться с этим хорошо не буду все вот сегодняшний день я перестану спасибо большое пришел седых наконец поставил меня на место я теперь не буду с этим бороться бога пусть не узнает пусть знает песни но не знают кто их поет раз уж так в общество принадлежит народу это хорошо сказано что касается творчество которое народу принадлежит альбомчики то вы продаете или так отдаете людям ну некоторым радиоведущим так отдаем спасибо большое я вхожу в узкий круг людей у которых это есть нет ну серьезно вы не но на концерт конечно мы его продаем а музыку то выкладываете в сетях она в этот альбом в электронном виде есть и его и можно и купить и просто слушать мы сейчас говорим об альбоме предчувствия да 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 понимаете прямо так взять и например на своей странице вконтакте выложить весь альбом это некорректно по отношению к издателю вот но издатель выложил в электронном виде альбом на itunes там где-то вот еще я не знаю как это для андроидов но например и на яндекс музыки насколько я знаю это бесплатно ну там по моему есть возможность заплатить сколько ты можешь а ну я не знаю короче говоря в общем-то сети он все это есть а потом знаете ну сколько это стоит и это смешно я первый купил и даже не заметил вообще нынче такие времена когда альбомы уже стали не более чем неким бонусом людям пришедшим сувенир сувенир такая да приятная которую можно дома расположить на полочке получать удовольствие потому что век цифровых технологий вот максим рыцарь например вот с этого и надо было начинать а то сижу уже час почти не понимаю где раньше такое вот слышу творческих успехов ребята и чтобы вас таких кто вас сразу не опознает было как можно меньше да ну вот спасибо хорошие пожелания то же опознание произошло что я обоцирование звучит немножко в программе живые звучит ничего вообще согласен до в доме в случае согласен не то слово не надо его наверное употреблять Slur употреблять очень люблю служите руки ругаться нельзя на ли слово употреблять так мне нравится reluctятся нельзя употреблять можно употреблять можно да я все ждал когда ты в этой песне споёшь наконец одна что вот я одна вот как то так ложился пода как то так ложилась по твоей мимике и по твоим выплеском энергетическим так оно было бы к месту братцы вот чего мне интересно стало сейчас когда читаешь о вашей группе ну к примеру какую-то информацию нашел да а группе северо-восток информации на самом деле не так много ну прямо скажем мне кажется можно было бы себя немножко больше пиарить до ваших интересах был звучит рекомендация моя просто просто рекомендации дружеская вот как звучит шапка северо-восток музыкальная арт-рок группа с некоторым уклоном фолк вот я хочу понять для себя может ты мне объяснишь я где-то уклоняешься фолк в некотором смысле ну просто мне вот любопытно вообще не хочу этого делать это наверное не во мне дело в чем вот в нем в нем дело ты хочешь уклонять ее фолк я не хочу уклоняться потому что вот когда читаешь это планете страшно это преследуется по закону интересно ты совершеннолетняя значит не значит не преследовать имею ввиду опять-таки фолковые составляющие в чем она ну я сейчас скажу в чем она я не слышу я сейчас скажу в чем она она в том что на нас вот объявили что мы в фолк группа кто такой еще все говорят что мы очень похожи на группу который на м начинается на ельнице заканчивается говорят да неизвестно говоря нас назначили такой группой а кто это посмел то ну это вот то самое радио а потом например в айтюнс когда я зашел на 6 ты купить себе этот альбом ну как же самому себе себя купить приятно конечно там написано там вообще написано традиционный фолк а я спросил вот навигаторе а говорю как так вышло у них горит автомат это определить робот наверное как то интересно по по тембру и по вокалу что ли определяет или как аранжировкам неисповедимы пути а нет на самом деле по уровню вот ручки громкости на это на гитаре вот когда я в мельнице играл меня звукорежиссер все время говорю сделай побольше ну побольше року давай вот а мне не хотелось все время меня там больше не делается на эти перемочки вот и он всегда вот у нас был так небольшой антагонизм на эту тему остальном не было вот наверное в этом фолк не ну как все смещается вот допустим пример такой после с якиманки на большой каменный мост и потом вот туда вот едешь в правом ряду а потом ничего не делаешь а оказываешься в левом вот мы мне кажется что то что мы играем это традиционный ну можно сказать хард-рок вот то что в 70-х называлась в 70-х а все смещается сейчас хард-роком называют вообще не то что это но сейчас металлом называют не поймешь это бог с ними что кто называет смысле меняется понятие а чё нам из-за этого переживать все слова и все термины они меняются со временем вот как то помнишь когда появилось только понятие новые русские оно еще не было смешным была передача в эфире передачи для новых русских комфорт через два года это стало очень смешно вот поэтому все меняется ничего страшного назвали назвали да ну я правда не очень хотел бы увидеть тех людей которые придумывают эти названия потому что у нас почему-то в россии смещены не только понятие фолка смещены понятие скажем демократии группа группа ну это ладно это отдельная тема не для передачи для музыкальной если опять же вспомнить на группа ария которую я безумно люблю к музыкальной составляющей пусть они кавера играли много лет но это уже другая тема да какой они металл то играют скажите в чем металл не играть хороший хард-рок это нормальный обычный типичный хард-рок вот их параллельные ребята арен мэйден они же это они параллельно пара да какая разница хорошо согласен зачем себя второсортными чувствовать ария очень хорошая группа хорошая если взять интервью что они говорили год-два назад слышал какой хэйв метал мы играем классический рок кто сказал то ли басист то ли ну правильно тот который у них там главное он какой хэйв метал это классический рок ну сменилось все это дело в том что вот вроде бы сменилось мы можем воевать говорить на какой мы фолк да а ведь идентифицироваться как-то надо себя называть знаете как все музыканты и мы тоже да вот пусть это критики музыкальные будут думать как мы называемся да критики будут думать они бездумные критики вот сейчас всех критиков сразу молодец ну среднем вот но если серьезно как-то к сожалению как-то называться надо чтобы поняли слушайте и подстраиваться надо по то как все понимают вот допустим то что мы играем это называют фолк рок хорошо пускай это называться будет фолк роком ну что делать а если мы это назовем а вот чем больше названий в группе, а мы играем Bob Stop Art Fusion и так далее. Ну, это все. Это значит, они играют что-нибудь вроде там пост-рок или как это. Ну, когда, в общем, просто непонятно, что вообще. Недостаточно разве арт-рок? Ну, у вас чистейший арт-рок. В моем понимании. Опять же, могу ошибаться. А мне кажется, у нас попроще. Арт-рок это вот то, что у нас инструментальный проект. А это, ну, такой просто традиционный хард-рок, можно сказать. Окей. Все, договорились. В общем, не фолк вы. Давайте мы с этого, с этой точки отправимся. Ура! Слава Богу, да? Она так соскучилась по пению. Сейчас поем. Вот Максим Зверев пишет. Послушал пару песен в записи. Показалось, что похоже на группу Мельница. Слушаю живых, понял, что был неправ. Спасибо. Плюс один поклонник. Ну, это группа Мельница похожа на Северо-Восток стала после того, как туда там я поиграл. Кое-кто пришел. До меня же не было электрогитары. Был эксперимент такой. Меня Леша Сапков позвал тогда. Так, вроде, давай попробуем там. Добавить немножко электричество. Да, а потом что-то вроде давай. Ну, я думал, что ограничится все какой-нибудь целичок где-то прописать. В конечном итоге я записал с ними целый альбом. И год я... Я в группе-то не был. Я просто был, а давай сыграем с нами презентацию. Я говорю, ну, давайте. А давай вот еще сыграем. И, в общем, вот это давай, оно продолжалось год. Ну, и год я... Ну, и хорошо. Опыт есть теперь и там, и тут. Там сейчас хороший гитарист пришел. Да нет, у меня это вообще хорошая группа. Ну, что говорить. Да. Мы их тоже очень любим. И Наташа нас вот уже второй раз погостила у нас на альбоме. Да ладно? Да вот так вот. Подожди, а где? А сейчас в эфире одного из радио как раз идет вот эта песня там, где погостила у нас Хиловиса. Вот на этом альбоме? Да. А что за песня? А я не скажу. Так. Ну, скажем, там написано на обложке. На обложке написано? Мы эту песню сыграем через одну. А, вижу. Ну, тут ничего не написано про нее. Написано там в буклетике. Да. В буклетике я так далеко не зашел. Я не успел там... А это такая, как викторина. Кто узнает? А кто это не узнает и будет писать? Они сегодня... Они сегодня пришли прежде всего, не предупредив, что сегодня у них презентация альбома. И, в общем, я не удивляюсь даже уже тому, что там, в принципе, внутри альбома может быть. Давайте петь дальше, ребятки. А то Оля уже нервничает и петь хочется, кажется. Песня называется «Я знаю». Хорошо. Приятное утверждение. Как всегда, живой звук в программе «Живые». Здесь сегодня Северо-Восток. Поехали. Я ведь знаю В тот самый миг, как раздался Первый вдох, первый крик Смертельной нотой Зашлась тетива И стрела сорвалась На охоту остра и резва Я ведь знаю Стрела летит Не укрыться Не сбежать Не уйти Как день и вечер Зима и весна Неизбежно в час И место встречи Примчится она Я ведь знаю Выстрел точит Рука тверда Эти стрелы Попадают Всегда Несет Не слышно Свой яд Как змея Я ведь знаю Каждым часом Ближе удар Острия И не важно Ждешь или нет Жгешь не считая дни Бронсиды, кольчугу И звонки К монет И шлем Философской брони Не остановит Молитвы До спех И веры Незыплемы Щит Просто умрешь Когда эта стрела Прилетит Я ведь знаю Стрела Летит Я ведь знаю От нее Не уйти Раз так То что же Упасть Не дышать Каждый день Последний быть Не может ли знать Умирать Аплодисменты 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 Как раз Продолжение Разговора На предмет Форматов В России Или на предмет Идентификации Жанра Стиля В котором Калиборно Поет Да Владислав Ангелов Скоро что пишет Люди музыкально Не образованно В стилях Не разбираются В России Вообще Долгое время Было так Голожопы прыгают Попса Страшники С гитарой Рок С гитарой Но не бритый Барт Голожопы С татухами Рэп И так далее Ну в общем Действительно Как бы встречают По одежке И это странно И страшно На мой взгляд Потому что с культурой К сожалению Весьма и весьма Плачевна А за многие годы Когда радиостанции Создав Так сказать Форматы В эти форматы Впихнули Все что туда Можно было Впихнуло Невпихуемое Это не впихнешь Оно как-то Осталось само по себе Во всяких разных клубах В подвалах В андеграунде А вот то что Можно было Впихнуть в рамочку Да Вот в ту самую О которой мы говорили То и впихнули И вроде бы как Все красиво Хорошо складывается Некий пазлик сложился А зато Те кто должен был Развивать эту историю Да Музыкальные станции Которые созданы были Изначально Для того чтобы развивать Из коммерческих соображений Этого делать не стали И несколько поколений Музыкантов В хорошем смысле Я сейчас говорю Музыкальных поколений Не человеческих А музыкальных Ушли в небытие Из-за того что Им некуда было себя Примкнуть Приткнуть Какого-то жанра Которого они не придерживались Никто его не воспринимал всерьез Потому что это типа не формат Ну и что ты Кто сказал недавно Что Кобзон Самый великий певец В мире Я ведь согласен С этим человеком Он действительно самый великий Сколько можно лет Уже одно и то же петь И ничего И нормально себя чувствовать При этом И даже довольным быть жизнью Так может только великий человек Как мне кажется Просто вот реально Я бы сдох уже На чем мы Кобзона Будем обсуждать Не будем Мы не будем Никого обсуждать Я говорю о том Что привыкли Как-то вешать клише И какие-то Ярлычки Ну да А я думаю Что наверное Все-таки Это люди так устроены Вешают Ярлычки Клише Ну мы вообще Для себя Во многих Вот в том В чем мы не разбираемся Просто называем это Как-то упрощенно Про себя Чем-то таким И наверное В этом ничего страшного нет А насчет вот То что не хватает культуры Это как бы Один из признаков того Так А ее всегда мало Ее всегда будет мало Вот как Бывает людям Всегда мало денег Всегда мало времени Вот культуры Ее никогда не может быть много Нет-нет-нет Я с этим-то я спорить не стану Но много Это какая отправная точка Изначальная точка-то какая Откуда мы считаем Много или мало Если люди в России Ложат и звонят Столько лет им объясняют Ребята Они еще договор заключают Они еще и договор заключают Да Это неистребимо Мне кажется К сожалению Если кто-то не займется этим всерьез Я имею в виду Продвижение культуры В принципе Как желанно Как уже занимаются Кто Ну вот ты занимаешься Мы занимаемся А ну мы-то да Ну нет А что в этом Это не насмешка Это ничего И нас становится все больше Допустим Понемножечку Понемножечку Ну вот допустим Может быть некоторые удивятся Ну мне кажется У нас музыка хорошая Хорошая А вообще говоря Она делается Не для того Чтобы там Попадать на радио Правильно себя Пошли Оль молодец Да А на самом деле Она делается для того Чтобы ну как Люди делать лучше СМС хорошая пришла На 4647 Слушаю вас впервые Очень понравились Красивый сильный голос У вокалистов Хочу приобрести вашу пластинку Скажите где Подпись Ваш новый поклонник Ого Спасибо большое А зачем ты с таким придыханием Говоришь спасибо Ну а как еще нужно Разговаривать с поклонниками Он же новый Нет секундочку Поклонников С поклонниками надо Разговаривать Так ты поклонников заводишь А разговаривать с поклонниками Нужно спокойно Это я тебе так На всякий случай Мастер-класс Да На всякий случай Хорошо Пластинки Да Где можно А я вот Не знаю В ближайшем На планете Да На планете есть Кто еще сказал Кто это Григорий А можно я на секунду Чуть-чуть тему сменю Вообще-то надо Представить немножко Еще наших музыкантов Все они что есть Кроме того Как их зовут Ну давай с удовольствием Рассказать о них Вот например Ну начнем Начнем по старшинству Вот Игорь Шатов Мы с ним с 90 С конца 92 года И было инфолио И все инструментальные Вот эти проекты И собственно говоря Вот только мы с ним С тех пор И остались Вот еще Из того состава Вот Он Сначала меня терпел А теперь ему уже Даже нравится Он просто уже Знаете как Он махнул рукой Помните побег из Шаушенко Человек уже Когда он долго сидит В тюрьме Его уже на воле Лучше не выпускать Ну конечно Махнул рукой Плохо придется У нас по Долгости нахождение В группе По старшинству Идет дальше Григорий Горностаев Он у нас Помимо того Что он еще На гитаре Мне помогает Играть Он тоже все играет Он кстати говоря Первый человек Кто в этой группе На записи Что-то играл Кроме меня Обычно я все гитары Сам прописывал Вот А во вторых Он От него все зависит Он за неимением Он взял на себя Тяжелую обязанность Вот как Я на него повесил В общем-то Быть директором И вообще Во всем разбирать И всем занимается он Если бы не он Мы бы наверное И здесь не оказались Вообще Понятно Вот А у нас Алиса Миллер Это бас-гитара Вообще Надо сказать Она не бас-гитаристка Она женщина Ну это понятно Да ладно Да нет Но если серьезно Она гитаристка Так Квалифицированная Так А на бас-гитаре Просто когда Мы искали Замену вот На бас-гитару Я стал писать Вконтакте Всем знакомым Связанному с музыкой Помоги найти Кого-нибудь На бас-гитару Она написала А я и на бас-гитаре Тоже могу Давай попробуем Вот Может как Выясняется Ну то есть все ребята С образованием Я так понимаю Да Да И Алиса с образованием И Григорий с образованием А Григорий вот Учился Тоже в МКИМе В этом Московском колледже Импровизационной музыки Я смотрю Рассадник прям А прям Не то слово Рассадник Талантливый Вот И Оля Егоршина у нас Она у нас еще молодая Вот Поэтому мы когда Так запьем Так Давай беги молодая Нет шучу Но она тоже Она закончила Ты же закончила Да Вот Это Заведение прекрасное Но она по-моему Дальше уже Намылилась учиться Потому что учиться всегда Ну я нет Я частно хочу Ну да Но это А чем это не образование Ну да То есть Не в какой Заниматься вокал У меня высшее образование есть Но оно Не музыкальное У нее не будет Истории партии Физкультуры Да У нее будет только вокал История партии Да Ты даже не знаешь Что это такое Да Эй Вот был предмет Научный коммунизм Не позови Научный Научный Как он может быть научным В принципе само по себе Ну как Ладно отдельная тема Да мы как-нибудь Отдельная тема Ну молодец кто представил Здорово Это говорит кстати об уважении К музыкантам И вообще Респект и уважуха Я их уже уважаю После первой песни Все хотел Да все как-то не подворачивалось Случай О как я их уважаю Замечательно Надо петь дальше Из уважения А сейчас мы споем песню Улетаю Вот ту самую Песни час Да Она сейчас Слово такое В ротации Да 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 На нашем радио Так понимаю Да И в общем Мы ее сейчас споем Ну в версии В живой версии Без флейты Без хиловисы А на альбоме Она с хиловисой Да на альбоме С Наташей И с флейтой Да У нас вообще кстати На альбоме есть флейта Там человек Лена Скулаченко Привет ей большой Она сегодня не пришла Она загорает В Шри-Ланке где-то Вообще говоря Она из группы ушла Но она так ушла Что вот Приходи к нам на концерт Поиграем Давай Браво Здорово Ну еще получается Из основной программы Две песни Да А чайку значит Вы в бонус загнали Да Понятно Ну так это же бонус Это же такое слово Это особое положение Да Как всегда Живый звук Программа живые Напомню здесь сегодня Северо-Восток Погнали Унеси мой сон Птица полночи Позови с собой Птица полудня Над сухой травой Тишина молчит Тишина молчит Проводи меня Улетаю В небо улетаю От земли печальной От прощальной боли К воле Улетаю Улетаю Я в небо Улетаю От земли жестокой К облакам Далек Встань Так легко Лететь И не знать Беды Так легко Упасть Лишь придет Беда Но в просторах Той Синей высоты В белых облаках Не найти Следа Улетаю В небо Улетаю От земли печальной К облакам К облакам К облакам К облакам Встань И взмахнет крылом птица полночи Обронит пирог птица полудня От весенних снов до седой зимы Ты не жди меня, не ищи меня Улетаю, в небо улетаю От земли печальной, от прощальной боли В вале улетаю, и в небо улетаю От земли жестокой, к облакам далеких Встаю, улетаю 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 Нет Нет Конкуренции не ощущаешь? Почему? Ну сколько песен она спела и сколько? Ну я же пою в северо-востоке, а не она Молодец, очень правильный ответ Кронос пишет Мне все больше и больше нравится Пожалуй, будет первое, что я куплю на iTunes Если она там есть Есть Пластинка, да? Есть на iTunes? Я последний купил Секунду Что ты сказал? Я последний купил Он купил последнюю электронную копию Все эти петли А, то есть больше нет А склады не завезли Зачем ты так? Ну зачем ты так? Тебе-то зачем? Ну для коллекции должно быть Что должно быть? Последняя копия из iTunes Твоя Должна быть моя, да Понятно В общем, я так полагаю, ты жить собираешься лет 250 Для того, чтобы купить последнюю копию в iTunes Хотя нет, мне кажется, что и iTunes скоро отвалится Сейчас такие технологии развиваются, я вам скажу, братцы Я такое недавно видел тут в Facebook Что кажется, мне мы скоро совсем уже будем вообще обходиться без компьютеров Без iTunes И музыка у нас будет вшита в чип Абсолютно Я придумаю музыку и ее тут же услышат сразу Абсолютно Я себе уже вшил Вот буквально Вот буквально Вшил уже? Да И как? Не жмет? Чешется Ничего, это когда зарастет уже От себе х он вшил, то есть у него рождается музыка А у него сразу воспроизводится Я себе знаю, когда зарастет совсем, чесаться перестанет Не тереби Да, главное не тереби Главное аккуратней Ну я в CD играю 46 Понятно, да Тогда не дергайся Провоцируй 46-47 это короткий номер для смс Кваш Сначала пишут свои Про Бельчика А там уже дальше Значит, господи Игорь заговорил Этот голос Пишет Ино Титова Да, крошка Здесь что-то было Северосток хорош тем, что они не похожи на остальных Интересные тексты, гитара, очень все красиво, мелодично Сразу видно с образованием Пишет Николаев Александр Ну, что касается образования Как говорят многие, образование даже мешает иной раз Если оно серьезное, прям классическое Опять же, загнанное в рамки определенное Ну, каким-то танцором и рамки мешают, ноги мешают Танцором? Нет, ноги не мешают, другое мешает Я потом скажу, что Ну, вообще говоря, интересная вещь насчет образования Вот человек чему-то учится Ну, например, играть на гитаре И кроме всего этого, он приобретает еще массу комплексов Чего положено, чего не так С которыми потом, если у него хватает ума Бороться еще дольше, чем он учился В том и дело А я это хорошо знаю, потому что я учу Играть на гитаре И я вот это все наблюдаю и вижу Сначала их учишь, а потом говоришь, забудь, что я тебя учу Так вот, да В музыкальном образовании все ровно счетом Так же, как и в театральном Заканчивают, как я, да, театральный институт Человек в свое время Причем хороший, значимый, серьезный, с хорошим мастером Приходит работать в театр И ему говорят, ну, дорогой мой, что ты закончил? Гитис, забудь Давай начнем учиться сначала И первые два года, это же не шутка, что кушать подано Да, действительно, молодой артист вряд ли что-то играет более серьезное, чем ровно пять минут на сцене Или двадцать минут в массовке Только потом, независимо от того, какой вуз закончил Я вам скажу, что образование, если оно даже сильное, даже хорошее, даже качественное образование Только первая ступень Это не просто первая ступень, это предступеньи еще Потому как те самые комплексы, как у нас говорили, да, на первом курсе ты приходишь народным артистом, на втором ты заслуженный, на третьем просто хороший артист, на четвертом ты не понимаешь вообще, на хрена ты пришел в этот вуз, что ты здесь делаешь? А тебе уже выпускаться А уже поздно, да А уже все Дело в виду, что ты артист Или ты музыкант Значит, есть здесь где-то, где-то, где-то Было хорошее сообщение же, было хорошее, вот Значит Только одно хорошее Не-не-не, я имею в виду хорошее в плане, что можно было бы обсудить Много хороших, хвалят очень много Разного пишут, хорошего и доброго Вот улетаю в исполнение Ольги, мне нравится больше, очень люблю Мельницу вообще, и Хилавис в частности, но тем не менее, у Ольги эта песня как-то живее звучит Пишет Дмитрий Ермаков, например, пожалуйста Я не хотел этого читать, чтобы ее не смущать, но раз заставил Поздно Спасибо Леша Шубин пишет, вот знакомьтесь, пишет он Это примерно очень похоже на то, что сейчас исполняет Мельница, а значит это то, что сейчас будет называть термином русский фолк-рок Это к вопросу, что же такое фолк-рок в России, хотя я могу ошибаться Ну, возможно, действительно, тогда я теперь понимаю для себя Есть какие-то нотки, есть открытый вокал же у тебя, да? То есть ты открытым вокалом поешь? Ну, русские народные песни умеешь петь? М-м-м Да ладно, ну совсем не Вот вообще да Да ладно, ты пела какие-то частушки, мы покраснели, забыла что ли? А, ну это в бане было, слушай А-а-а Теперь сейчас я покраснею, мне кажется Вы все вместе в баню ходите? Интересная тема Да, конечно Прям коллективом? Не по отдельности же Коллективом ходите в бане? Ну, в общем, например, мы, как-то мы помню что-то несколько раз отмечали именно Своим здоровым коллективом Своим здоровым Своим здоровым Так, ну я тогда перейду на другую тему Вы помимо работы в коллективе вообще дружите друг с дружкой? Или у каждого своя жизнь? Да глаза бы не видела Нет, серьезно Уж нет Нет, серьезно Ну, вообще так, ну да Ну, допустим, кто больше, кто меньше, я уже понял Нет, ну вот с Игорем, например, мы столько лет, но мы с ним не можем просто дружить Как мы с ним можем дружить, когда он живет на другом конце Москвы и шит за дружба такая-то? Ну, люди дружат иногда, когда живут даже в разных странах и ничего как-то Ну, вот это название, это такая дружба вообще, это одно название На самом деле они просто, если в разных странах, они просто выведывают друг у друга секреты То есть дружба, по-твоему, это когда живешь бок о бок? Нет А что же? Ну, я так сказал, ради прикола На самом деле, когда есть у людей общие интересы Дружить можно о чем-то, вот бывало так Был у меня одноклассниц, с которым мы очень дружили Потом мы поступили в один институт на разные факультеты И получилось так, что мы виделись-то раз в полгода А потом растерялись, хотя как-то я его случайно однажды увидел Ну, очень приятно было поговорить, но как бы нас ничего не объединяет Вот, а тут помимо группы, что объединяет? Мы же все-таки, вот с Григорием он как-то в этом плане больше меня понимает Мы с ним покоряем там северные пространства на веслах Вот То есть, как сплавляетесь это называется? Нет, сплавляются это вот, они пускай сплавляются, а мы воду копаем Сплавляются это по рекам, по порогам там, ну когда грести не надо Так, так А мы очень по Белому морю, по озерам очень долго машем веслами, чтобы приплыть на тот остров, где нет медведей и людей Ну с медведями понимаешь Ну с медведями, кстати, проще, они не лезут Да, а с людьми-то чего-то? Не, ну а зачем? Да, пару винтовок и нет у людей никаких Ну это экстремизм Ну почему же? Зачем? Лучше тихенько, холодно Вот Лучше пару весел Серьезно, ну там, там летом все время светло, там воду можно пить прямо из озера, там хорошо, чистый воздух Сейчас, к сожалению, там стал везде почти интернет ловить, вот, но там есть еще места, где ничего не ловит Что это за места такие, расскажи Северная Карелия и юг Мурманскую область Ой, Карелия, там красиво, да Так ради чего вы машете веслами, чтобы туда приплыть? Рыбку ловить, не знаю Нет, ну все так сразу, рыбку ловить, охотиться А чего делать? Да просто там здорово, клево То есть приплыли, посидели на берегу, попили водицы из озера и поехали обратно? Ну там не только можно водиться из озера, там есть чего водиться, огненная вода там, которую с собой привезли Ну там на гитаре можно поиграть, там просто надо находиться Подожди секундочку, вы вдвоем садитесь? Почему вдвоем? Так, там народу бывает много Один раз мы сманили туда Игоря, вот Ну а он больше любит Расскажи, чего ты больше любишь? Мясо Мясо там хватает Ну, да нет, ну конечно там красиво, конечно хорошо Ну, на любителя Я отдыхаю в других местах Отдыхаю, кстати, я редко, лето у меня занято, как правило, моими спортивными мероприятиями Это какими такими? Ну, в силу своей профессии я тренирую молодежную сборную Москвы по фехтованию Вот А вот почему ты с этого не начал? Забыл А я дал возможность Фехтовальчик, да? Профессиональный, я так понимаю Да Молодежная сборная Москвы по фехтованию Да На чем? Рапиру На шпагах Круто, вот этот человек для театра очень полезен Преподают в театральном вузе фехтование, да Да, да, да Ну, с Владимиром Яковлевичем Баллоном я был хорошо, очень знаком, помогал ему немного Круто, круто В постановках Он вдруг стал серьезен, это приятно Да И в силу своей спортивной, так сказать, накачки внутренней? Да, да, ну, лето я провожу со спортсменами на спортивных сборах А скажем так, в Карелию нас не посылают Вот, нас посылают, ну, в силу, да Миновало В силу профессии мы, как правило, где-нибудь в более теплых и более комфортабельных условиях Ну, я понимаю, да Ну, так приходят Да, там с рапирой прочь, киша На медведи с рапирой не пойдешь Не примерзает Да, да, да Комары дают дышать Я-то что имел в виду в данном случае? Когда говорили об отдыхе Человек, допустим, вот я так себе представляю Садится в лодку, берет весла И прет бог знает куда По рекам, по озерам, я так понимаю, да? Так и есть Прет ради чего? Ради того, чтобы приплыв Или приедя, как правильно говорить, на лодке-то приходят или приплывают Мы приплываем Вы приплываете Приплыв туда Сесть на каком-нибудь склоне Холма На ночь Выпить горячей воды Горячительного Понятно, что с собой же взяли все Посмотреть на звезды Сказать Как И сесть Нет там звезд в это время года Там день Там даже звезд нет Там день Понимаешь? Вот ради чего? Ну, там красиво Столько сил Столько упираться Ради чего? Ну, ну, ну как Ну, там хорошо Мне там просто физически вот Не понять мне этого Не понять Чего? Поехали в этом году Да, конечно Я же умею этого не понять, куда я попусь А мы вот Олю с собой взяли Ей так понравилось, что на третий день На четвертый На четвертый Убежала оттуда Я ее понимаю Она замерзла Да, да, да Я упала в реку Вот так В озеро Кстати, упала, знаешь, в огромное озеро Ого Через него плыть пару дней надо Так, ребятки, у нас времени осталось мало Катастрофически Буквально четыре минуточки до конца эфира Есть песни на четыре минуты? Ну, наверное, вот как раз Последняя песня Как раз мы на нее и вышли Ну, сегодня без чайки Песни одноразового мира И хватит Чайки хватает и так в эфире Песни одноразового мира, я так понимаю, называется Это вещь Я в качестве анонса сообщу, друзья мои Что завтра в живых Джанго А сегодня мы прощаемся От группы Северо-Восток Презентация альбома Сегодня произошла у нас в эфире Альбом Пречувствия Всем рекомендую Если вам понравилась их музыка, найдете Я думаю, и в iTunes И, собственно говоря, в продаже Потому что альбом лейбловый От навигатора, соответственно, есть в продаже Я в этом абсолютно убежден Спасибо вам за то, что вы к нам пришли Спасибо за то, что вы много чего интересного рассказали Спасибо за музыку Спасибо И вам спасибо Последняя песня с основного плейлиста альбома Будьте здоровы, всем пока, до завтра Наши длинные тени легли к горизонту Ключами близится закат Наши песни стихают Пластинки шипят Наше время уходит за нами Оцифрованный ветрами всех перемен Наши ритмы дышат не в попад Наши длинные соло не лезут в формат Одежды не так калорийны И вдоль судьбы летят две сна Мы слышим шум И этот шум всего лишь песни Одноразового мира Всего лишь только песни Одноразового мира Всего лишь только песни Поднимаются волны великих надежд И печали тонут корабли И пестрит обновленная мудрость земли Яркой плазмой в экранах скрижали И это ора кулачем тесней Ведь этот бред из упаковки Просто песни Одноразового мира Всего лишь только песни Одноразового мира Всего лишь только песни ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Наши длинные тени легли к горизонту Лучами близится закат ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Одноразового мира Всего лишь только в песне Редактор субтитров А.Семкин